В Муравленко начали работу два информационных пункта волонтёров Конституции. Добровольцы с соблюдением мер безопасности рассказывают муравленковцам о процедуре голосования по изменениям в основной закон и объясняют суть предлагаемых поправок. Алена Гафарова с подробностями. Какие поправки планируют внести в основной закон страны, в какие сроки будет проходить голосование, как проголосовать по месту фактического пребывания? На эти и другие вопросы отвечают волонтёры Конституции. Накануне в Муравленко открылись две информационные точки возле многофункционального клуба молодёжных инициатив и гипермаркета «Магнит». За каждой инфоточкой закреплены несколько добровольцев. Активисты разъясняют муравленковцам суть поправок в главный документ страны. Рассказывают о возможностях голосования, акциях и проектах, к которым могут присоединиться все желающие. Дополнительно мы раздаём листовки со всей нужной информацией, чтобы наши горожане могли с ней ознакомиться. Если вдруг что-то, чего-то не знают. Кроме этого, мы будем находиться в течение двух недель с пяти до семи часов вечера на двух точках в нашем городе. Это гипермаркет «Магнит» и многофункциональный клуб молодёжных инициатив. Поэтому будем рады всех видеть, рады всех оповещать. Для того, чтобы сделать правильный выбор, чтобы это было осознанное решение, зайдите, пожалуйста, на сайт Конституции 2020. Там все поправки есть, там очень удобно. Есть редакция до, есть редакция после, есть редакция полного пакета документов. Поэтому прочитайте, ознакомьтесь, проголосовать можно. С 25 июня по 1 июля в течение недель вы можете подойти на свой избирательный участок и проголосовать. В основной закон страны планируется внести ряд важных поправок. Так, в статье 68 подчёркивается, что культура поддерживается и охраняется государством. В 69-й статье сказано, что государство гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия. Культура – это, наверное, самое главное, что каждое поколение оставляет после себя. Это то, что передают нам наши предки, это то, что передадим мы своим потомкам. Это главные ценности, которые заложены в музыке, в искусстве, в живописи, в литературе, в архитектуре. Это то, что нужно охранять, беречь и передавать по наследству. Мы понимаем, что наша культура, она многонациональна, она исключительно, она уникальна, потому что является частью мировой культуры, а таких можно пересчитать по пальцам. Согласно предложенным поправкам в Конституцию, доступная и качественная медицина должна быть одинаково развита в любом уголке страны. А ответственность за это лежит на всех уровнях власти. Вопросы здравоохранения касаются каждого жителя страны. И по словам Олега Казакова, главного врача городской больницы, наш регион достаточно финансирует здравоохранение. Все нормативы территориальной программы госгарантий соблюдаются. Но во многих субъектах субъекты не могут обеспечить именно такую доступность медицинской помощи. Но это по разным причинам существует. Там может быть недостаток кадров, недостаток оборудования соответствующего. Если мы закрепляем в Конституцию вот эту позицию, то, соответственно, регионы будут уже обязаны выделять на здравоохранение средства, которые необходимы для обеспечения вот этой доступности. По данным социсследований, поправку в основной закон страны об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания считают важной 95% опрошенных россиян. Это изменение в Конституцию вступит в силу, если на общероссийском голосовании большинство россиян одобрят предложенные поправки. Наш регион, я уже сказал, что он достаточно обеспечен. И, в принципе, мы видим, что правительство прилагает все усилия для того, чтобы и привлечь медицинские кадры в округ, и постоянно обновляется медицинское оборудование. Сейчас начали наши некоторые больницы оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь. То есть эта помощь, она максимально приближается к нашим жителям. И, соответственно, улучшается и качество медицинской помощи. Это очень важно, поскольку прежде всего от этого зависит здоровье наших жителей. Проголосовать по поправкам в Конституцию можно в течение 7 дней с 25 июня по 1 июля включительно. Ознакомиться с изменениями, которые предлагают внести в основной закон страны, можно на сайте конституция2020.рф. Алена Гафарова, Виталий Сидняев, Антон Иванов. Новости Муравленко.